Самое важное в финансовом сервисе это его безопасность вот за этой стеной находится служба безопасности Яндекс Денег Как и многие интересные вещи Яндекс Деньги не появились по плану когда обсуждалась возможность создания такого сервиса я как раз была тем человеком который был категорически против это финансы это транзакции в этом надо что-то понимать что мы не понимали я только начинала работать Яндекс Деньгами для меня это было очень тяжело Яндекс Деньги я пришла в 2006 году меня позвала Женя Завалишина с целью превратить интернет кошелек в интерактивный инструмент управления поведением людей нам нужно было оцифровать наличные у каждого в кармане лежали наличные ни у кого не было никаких электронных способов платежей купить что-то по интернету было невозможно перевести мгновенно кому-то деньги по интернету было невозможно и в основном Яндекс Деньги использовались либо для расчетов между людьми я вебмастер ты дизайнер я тебе заплачу за то что ты мне нарисуешь ты мне за то что я тебе накрою либо для расчетов в интернет-магазинах иногда когда мы обсуждали с банками что такое Яндекс Деньги зачем и почему им стоит с нами сотрудничать они в прямую нас спрашивали а какой в этом смысл а кому это нужно зачем вообще человеку нужно чтобы у него денежный перевод проходил мгновенно да нет такой потребности сейчас это действительно звучит забавно но это было именно так Мы советуемся с экспертом разных видов но наиболее красивые штуки делаются от куража веры в то что это реализуемо а не от того что они где-то у соседа уже отлично работают можно копировать на сегодня Яндекс Деньги это не прибор который ты умеешь использовать это та штука которая сама за тебя думает штука которая помнит когда тебе пора оплачивать интернет или детский сад твоего ребенка это штука которая на самом деле берет на себя ту умственную деятельность которую ты бы иначе потратил на скучную трату денег я лично очень не любила наличные деньги я им практически не пользуюсь одновременно с этим я не верю в прогнозы которые говорят что наличные когда-нибудь кончатся полностью их родит существенно сократится но они останутся если моему телефону не начнут верить как как доллару тогда доллар останется чем больше искусственного интеллекта засунуто в процесс сделки тем меньшее количество случаев в которых сделка прошла не оптимальным образом в середине нулевых мы даже порой верили в то что обычные банки отомрут и розничных финансовых продуктов банковских не останется каждый день там более 15 тысяч человек приходят к нам и становятся нашими клиентами по вполне определенным причинам мы простые мы удобные мы доступны и нами можно заплатить за все что можно а а